всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами будем делать расклад на тему что блокирует ваш потенциал будем работать вы пока выбираете позиции камешки будем работать на колоде тару сумасшедшего дома недавно я делала обзор на эту колоду флейлисте на главной странице обзоров колод вы сможете найти этот ролик то еще не смотрел следующий наверное обзор будет на колоду тару небо и земли которые тоже сегодня будем использовать и хочу поработать сегодня на метафорических картах это все о нем и про нее по поводу метафорических карт я писала в разделе сообщества но пользуюсь возможностью скажу еще раз и голосом возможно кто-то не читает посты либо анонсы в сообществе на моем канале я записала мастер-класс по метафорическим картам как я читаю их как я их считываю это часовой мастер-класс он платный стоит 1300 рублей кому интересно пишите мне на почту и я вам дам доступ к этому мастер-классу чем он полезен на самом деле я рассказываю там как вообще можно считывать любую информацию с картинок неважно это метафорические карты это таро это картинки например журналов это возможно какие-то афиши то есть везде где есть изображение везде где есть картинка если у вас есть какой-то запрос и ваш взор упал на данную картинку то по той методике которую я даю в этом мастер-классе вы сможете считывать кому он подойдет в принципе он подходит не только коллега пторологом до либо психологом кто работает с метафорическим и карту может подойти любому человеку кому интересно так или иначе получать ответы то есть очень часто в комментариях я замечаю когда вы пишете о том что учусь считывать пространство до либо как мне считать подсказки от вселенной вот это тоже один из форматов как это все можно сделать и довольно таки доступно и очень интересно вот кому интересно обращайтесь почему я про это сказала не знаю одну во первых сразу пути желание с вами поговорить я вот я знаю что многие мне интересные вступления и очень часто они сразу перематывают на необходимую позицию окей такой формат тоже может быть но иногда когда мне хочется что-то сказать что-то донести я всегда об этом думаю думаю как же мне заинтересовать вас как же вам рассказать то что допустим я хочу если допустим в разделе сообщества посмотреть на статистику ну макс там исходя из лайков да я не знаю может многие читают и не ставят лайки такой вариант наверно тоже возможен но там среднем где-то около 60 70 ну макс 100 человек при количества подписчиков 7000 с лишним вот только 100 человек посмотрим понимаете что это очень маленькие процента иногда хочется очень что-то рассказать хочется очень донести вот и как сделать так чтобы быть услышанной есть еще один очень интересный продукт который недавно ко мне записалась женщина на консультацию это диагностическая сказка мы работали по этой диагностической сказке выявляли какие есть убеждения связанные непосредственно с ценностями не только о финансах да то есть у нас ценности не только финансовые да это здоровье это дети это семья это профессиональное развитие а это самопознание до духовный какой-то рост вот по всем этим ценности может у кого-то есть еще больше в принципе в сказке мы проходим и смотрим где есть какие убеждения на этот счет и вот последняя консультация она у нас заняла почти три часа два часа 45 минут вместе с прочтением вместе с интерпретацией образов на самом деле есть я уже говорила недавно узнала об этом о том что есть в дауской системе нечто аналогичное как практика да но мне почему-то никто мои образы не интерпретировал и когда я спросила у женщина что самое интересное было на этом медитативной сказке она ответила именно ваша интерпретация но все было интересно да как обычно люди говорят когда сталкиваются с чем-то новым а когда узнаешь что-то о себе но вот именно ваша интерпретация образов которые я увидела это было очень полезно и очень очень интересно мы выявили убеждения касательно денег опять-таки когда я расписываю какой-то продукт и в данном случае про медитативные сказки мне сложно написать так как делают это ну продажники до менеджеры почему потому что все что связано с нашим бессознательным очень сложно для меня лично для кого-то может быть нет но для меня лично а как-то это сформулировать какую-то форму то что мне даст медитативная сказка а я не знаю почему потому что мы работаем с вашим бессознательным в данной консультации например мы выявили финансовые убеждения мы выявили что человеку нужно поработать именно с темой семьей начиная со своей семьи с родительской да и непосредственно с той семьей который она хочет создать до после там будучи уже в двух браках вот почему не складывается то есть человек понял и я себя это увидел наглядно прожил осознал почему что значит деньги опять-таки если придет кто-то другой у вас возможно будет какие-то другие ценности не касательно финансов например профессиональная какая-то сфера здесь тоже очень интересное убеждение было выявлено о том что в профессиональной сфере о том что пока человек не входит в кризисную ситуацию когда остается кавычках на улице да когда вот все забрали в принципе только тогда он запускает все свои ресурсы и возможности двигается то есть вот такая вот программа у человека поэтому сказать чем вам может быть полезна медитативная сказка например про изобилие я не могу однозначно это очень интересный опыт сказки написаны мною они не откуда-то взяты у них есть определенная своя структура они не лечебные они не лечат но при этом они выявляют вот именно эти затыки то что долгое время ваше бессознательное хочет вам сказать вот но она как-то вот ну не может найти себе какое-то логическое объяснение да то есть информация из бессознательного вышла а еще не осознанно вот она лежит на поверхности ждет необходимого времени либо подходящего времени для того чтобы прояснить поэтому на самом деле все абсолютно услуги которые у меня есть курсы прекрасные замечательные недавно тоже говорила с одним человеком который тоже же проходил курс путь души очень часто задаете вопрос а почему вот это да например когда я провожу примере эфиры и сдаются вопросы например о сценариях какие контракты мы заключаем как это происходит почему я встречаю того или иного человека но почему одному человеку отдаю а у другого человека принимаю а вот вот в этом курсе до путь души после физической смерти про это все рассказано иногда когда мне задают вопрос и все ли мне хочется сказать а вот если бы вы взяли вот этот курс дали бы вот этот продукт вы послушали вы бы получили большее количество ответов на свои вопросы либо например курс треба жизни все курсы абсолютно они такие достаточно глубокие возможно кому-то может показаться что ну нет у меня времени да нет у меня там я не знаю возможности или еще что-то у меня здесь просто получается такая несостыковочка немножко да в плане того что он давние интересные расклады и при условии того что я их смотрю не как развлекательные а как именно проработку себя но при этом вот например вот этот момент я не хочу изучать но он же как раз кидаст вам ответы он обогатит какие-то ваши взгляды но это опять-таки моё субъективное мнение до навязывать кому-то что-то я не хочу просто от эти есть у меня вот такая вот не очень хорошая черта а именно с точки зрения ну своего собственного бизнеса да когда я не хочу навязываться общение люблю да когда навязывает там что-то говорит и поэтому мне так неудобно всегда становится когда я начинаю говорить о том что было создано с любовью в чем есть очень большая глубина не потому что это мои продукты а потому что когда я их создавала я сама их проживала на себе я видела какие изменения какие инсайты у меня происходили исходя из своего собственного опыта конечно же я высказываю свою точку зрения ну плюс те люди которые действительно по отзывам проходили эти курсы и насколько а многие знаете даже поскольку эти курсы уже в записи их можно пересматривать люди пересматривать через какое-то время и по-новому открывает что-то новое для себя например курс древо жизни вот я буду записывать обзор на колоду таро небо и земля он имеет прямое отношение то есть древо жизни здесь как раз таки в этой колоде изображено сказать что могу ли я из интерпретировать если допустим коллега эту колоду не знает древо жизни да конечно но любые дополнительные знания они помогают и дают расширяет свое понимание наше понимание карт и дает большую возможность интерпретации и более глубокое понимание того или иного аркана так я сказал что если не буду много говорить такое вот настроение достаточно расслабленная и при этом такое знаете умиротворенная надеюсь вы определились с позициями мы с вами давайте приступим позиция номер один голубенький камешек мы смотрим с вами что блокирует ваш потенциал я сначала посмотрю на сейчас на данный момент что является вашим потенциал а потом посмотрим что блокирует и так на каком потенциале идет речь сейчас значит рыцарь жезла четверка кубков и шут каком потенциале здесь идет речь знаете о потенциале умение обнуляться умение начинать все сначала либо доводить что-то до ума до завершения и переходить потом на другой этап но между тем что вы движетесь вперед до либо что-то начинаете обнуляете завершаете и выходите например на другой уровень у вас всегда наступает такой период по четверки у кубков некого такого успокоения до никого такого внутреннего умиротворения когда мне все хорошо когда меня все устраивает а когда я не хочу двигаться дальше и поэтому какой потенциал здесь вы блокируете здесь знаете потенциал идти в новое и вот в этом новом что там будет конкретное непонятно то есть здесь даже не важно что вы в себе раскроете да потому что вот после нуля здесь как будто бы знаете вот целый мир здесь нельзя обозначить что только вот одно что-то да там например искусство либо на пора на билет наоборот как какое-то логическое направление дали бы там не знаю гуманитарное какое-то направление нет здесь такого нет здесь у вас есть все абсолютно внутри вас здесь неважно направление здесь важно просто дальше двигаться вот четверка кубков да мне здесь уже показывает то есть не сам потенциал а скорее всего то что вы блокируете тем что вы не хотите дальше двигаться то что вы не желаете вот это знаете некий такой предел некие такие рамки по четверке кубков но вот я достиг чего-то мне мне хорошо в это меня это удовлетворяет и вы как будто бы сами себя в этом ограничиваете то есть даже если вам предложить что-то лучше вы не хотите здесь нельзя сказать что вот как-то человек соглашается на меньшее хотя с одной стороны такое тоже присутствует а здесь знаете вот как будто нежелание дальше двигаться то есть возможно к тому к чему вы пришли сейчас вы так долго шли вот к этому внутреннему состоянию успокоения да и вот ваша с иной стороны апатическое состояние когда ну вот я ничего не хочу не хочу потому что ну такое знаете чувство что я уже все попробовал да то есть вот то что я хотел в жизни как будто бы до некое такое присущение я уже попробовала что-то большее но она мне ничего не даст то есть по сути она будет либо разнообразие того прошлого опыта который у меня есть да либо даже если это будет новое то она мне не понравится здесь вот какое-то вот такое состояние и она как раз таки вас и блокирует хотя в принципе мы спрашивали о вашем потенциале но здесь вот именно развивать понимаете вот что-то приумножать как-то дальше двигаться здесь нету этого желания давайте я еще посмотрю на этой колоде какой возможно у вас потенциал есть какой потенциал но в принципе карта здесь дублирует и говорят о том что какой у вас потенциал до что вы захотите в принципе то вы и можете реализовать здесь ваши ограничения они будут больше связаны с тем что вот очень много как будто бы ума да здесь очень мало доверия и и самому себе как-то то есть вы какую-то вы больше опираетесь на на свой ум на свой опыт а про прежний опыт то что вы прожили он как будто бы периодически дублируется до в разных форматах но вот он дублируется то есть здесь нету разнообразие вашей жизни вы ее как будто бы не впускаете что-то такое новое в свою жизнь а потенциал у вас достаточно большой то есть знаете здесь как с одной стороны этот ум он вас ограничивает а с другой стороны ведь в этом уме да в есть очень огромная сила сила вашей мысли то есть то что вы можете создавать здесь про это речь идет силой своей собственной мысли то есть если вы поверите внутри себя то вот это вот ваше намерение ваша концентрация ума и полностью фокусировка на достижение чего-то она и помогает вам достичь абсолютно всего то есть вот здесь я поможу неоднократно говорю по первой позиции абсолютно все что вы хотите вы это можете достичь то что вы не достигаете то по сути это потому что вы не хотите и как это ну как это понять что вы не хотите это когда вы внутри себя да есть вот это вот ваше противоречие меня того что я с одной стороны хочу а с другой стороны я сомневаюсь вот если убрать вот эти вот все сомнения то здесь вот безусловно то когда вы сливаете энергию на эти сомнения да вы как будто бы распыляетесь а если вы уберете сомнения и всю энергию который на ней на нее затрачивали вы бы направили только на то что я хочу вы безусловно получили абсолютно все что вы пожелаете если там для кого-то актуально финансовая сторона вопроса либо профессионально я либо здоровье неважно здесь чего касается здесь просто на метафорической карте изображен мальчик который сиди значит на табреточки и он запускает ну держит руках воздушно вот этого самолетик когда бумажный самолетик не воздушно бумажный самолетик либо просто самолетик то есть по сути вы у вас есть свой путь вот каким путем вы выберете таким путем вы пойдете то здесь как будто бы вот это вот свобода присутствует и вы можете сделать абсолютно все что вы пожелаете здесь еще даже в купе с рыцарем жезлов да вот как будто бы вам нужно загореться эти как будто вам надо захотеть вот это храбрость и внутренняя ваша храбрость внутренняя щедрость желание поделиться с кем-то чем-то желание про взаимодействовать отдать вот здесь как будто бы этого нету и ума которым я говорила в купе с четверкой кубков да вот это вот карта когда человек девушка закрывается потому что на нее все смотрят здесь знаете здесь как будто бы вы хотите с одной стороны получить то что вы хотите а вот эти вот сомнения они связаны вот с этими глазами которые за вами присматривают в плане некой такой критики осуждения до что как 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 каким человеком я буду в глазах других людей что скажут другие люди обо мне возможно здесь есть такое знаете желание я хочу получить то что я хочу получить но при этом я не хочу как-то взаимодействовать с другими людьми для достижения своей какой-то цели ну например если вы хотите там какого-то карьерного роста вы понимаете что так или иначе вам придется взаимодействовать там есть на в коллективе с начальством а здесь вот такое ощущение что знаете я оставьте меня в покое я лучше не буду я я лучше знаете если как будто вы отказываете от своей мечты лишь бы лишь бы не утруднять себя какими-то дополнительными действиями и эти действия не потому что вы ленитесь а потому что они предполагают какое-то вот взаимодействие возможно с другими людьми а именно его вы боитесь потому что предполагается что возможно будет критик возможно будет непринятие возможно будет осуждение возможно нужно каких-то действий больше совершать как-то себя менять подстраиваться но здесь разные причины могут быть и поэтому вам в вашем потенциале то есть вы его по сути раскрыть можете но здесь вот то что вас блокирует опять-таки не показали что именно потенциале какой именно у вас потенциал есть но однозначно очень большой потому что по шуту это источник а источника вот не важно что это да важно что вы хотите то есть это знаете какая-то такая некая субстанция энергия как пластилин вот что-то из этого вылепишь да слепишь что ты получишь вопрос как раз ки в твоей фантазии что что она способна что ты можешь слепить с этого пластилина вот у вас здесь вот такой потенциал да что вы захотите вы можете слепить можете достичь вопрос именно в фантазии а здесь вы не не фантазируйте почему потому что если здесь такое ощущение что если вы что-то себе придумываете вы как будто бы понимаете что вам нужно двигаться уже в этом направлении атака я ни о чем не мечтаю и смеялись просто не дай я ничего не хочу ну давайте я еще посмотрю здесь как вы блокируете свой что блокирует ваш потенциал причем знаете интересного про что блокирует потенциал вы вы блокируете самостоятельно но если что-то что-то еще что блокирует ваш потенциал если что-то аркан смерти нежелание нежелание отпускать вот это вот ваше прошлое здесь надо вы блокируете надо трансформировать свой характер надо трансформировать вот эти вот свои модели мыслительные вот то что я говорила с одной стороны я хочу с другой стороны я сразу сомневаюсь и вот здесь вот идет некое такое разногласия и пока вы не придете к единству до к успокоению вот этого вот между тем что вы хотите и вот этими вот сомнениями да условно говоря пока вы не договоритесь пока не придете к какому-то общему знаменателю у вас ничего не будет происходить а что прийти к общему знаменателю вам нужно поменять себя то есть вы же не просто так сомневаетесь есть какой-то прошлый опыт и вот здесь вот это вот паркану смерти нежелание отпускать прошлое нежелание прошлое это именно так как вы себя вели так как вы раньше думали то во что верили и вам не надо полностью себя свое прошлое менять а надо изменить те те стороны да те те мысли те сценарии которые не работают которые приводят вас к ограничениям в четверке кубков что еще блокирует ну вот пятерка пятерка монет знаете здесь такое ощущение что блокирует страх может блокировать когда например человек единожды испытав голод да по-настоящему не не выбранные вами да например когда голодаете осознанно а вынуждены голод не знаю как например был во время войны когда голод вот нищета есть ничего когда единожды испытаешь да вот этот голод у тебя появляется страх того что я больше не хочу никогда это испытывать и и формируется новая такая модель до в плане того что вот я хочу постоянно есть да либо что в холодильнике постоянно должна быть еда то есть любое напоминание о голоде о недостатке она будет вызывать в человеке огромный стресс и поэтому человек придумал себе какую-то модель которая не ну не будет ему напоминать вот об этом дискомфорте да вот здесь у вас какие-то такие кризисные моменты которые вы себе придумали и спасаетесь тем что мне сейчас хорошо комфортно я нашла какая-то либо нашел для себя какую-то вот удобную такую модель существования когда да безусловно я знаете как хочет сказать не тянись выше да не не лезь и за этой жар птицы до лучше там как это выражение то синица в руках дача журабль в небе либо наоборот вот вы как будто бы да вам достаточно вот это вот маленькой синицы но внутри вы ощущаете что вот вы допустим рождены быть орлом чтобы летать очень высоко вы это чувствуете и вот где-то внутри глубоко себя вы это подавляете это желание то есть эта потребность есть а вы ее подавляете говоря о том что мне нет я в тот раз тоже что-то там попросила больше чем надо вот и мне это обернулось боком нет больше я такого не хочу поэтому лучше вот так да то есть не надо быть я вы себе еще это придумаете какими-то такими убеждениями то есть не будь жадным да то есть не надо просить большего да будь благодарным будь так это самое здесь такой посыл эти узнаете вот ну как как в мультике до золотой антилопы там где этот шах поди шах хотел хочу еще золото хочу еще золото да как мифе про золоку золотую руку мида или как он по-русски вот здесь вот как будто вот это вот жадность да вы как-то себя останавливать а на самом деле вот это вот жадность она имеет позитивный формат в вашем понимании то есть это некая такая мотивация движущей движущая сила вас для того чтобы вы шли дальше здесь даже не в том что чтобы вы шли высокой вот знаете такая неугасимая жажда хочу 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 а вот именно про то что само желание она заставляет вас двигаться вы перестали двигаться вот здесь вот про это что вас составляет вот эти вот кризисные моменты вашего прошлого вы знаете как будто бы боитесь вот здесь есть один общий страх а чего боитесь боитесь чтобы не было повтор а вашего каких-то прошлых болезненных моментов они конечно же будут если вы не поменяете свое мышление поэтому здесь не надо бояться такое ощущение что знаете что то что случилось на один раз либо два не факт что он будет и в третьих четвертый и пятый а если повторяется то только потому что вы в это верите вот здесь про это так хотела сделать маленький расклад но как вышло так мы переходим с вами позиции номер два красненькому камешку смотрим сначала ваш потенциал двоечки если не смотрели вступление я рекомендую вам его посмотреть я там говорю своих услугах возможно что-то полезное для себя вы услышите так ваш потенциал на сейчас тот который вы блокируете интересно очень здесь интересно потому что вы были два великих аркана это верховная жрица и аркан смерти и десятка пентаклей чем-то напоминает первую позицию да то есть если вы смотрели первое то здесь вот нечто аналогичное может быть в плане именно того что вы оставляете каких-то перемен да только там было по четверке у кубков какой-то некий застой до достаток того что у меня уже есть я не хочу дальше расти дальше двигаться а здесь вот как будто бы какая-то тайна о чем нам здесь говорит верховная жрица внутреннем балансе да вы как будто бы блокируете свою внутреннюю силу которая связана именно знаете вот как-то с вашим внутренним состоянием баланса только вот здесь именно настоящий баланс не то что в первой позиции по четверке кубков здесь как будто бы вы знаете вот это вот умиротворение когда мне хорошо здесь ощущение того что вы как будто бы хотите найти внутри себя вот это вот умиротворение успокоение когда вам приятно когда вам приятно на душе когда вам не знаю приятно не только внутри но и снаружи когда достигается вот этот вот баланс и вот вы как будто бы мы спрашивали да какой потенциал вы здесь блокируете свой вот вы как раз таки его и блокируете вот этот вот момент когда можно жить в состоянии того что мне хорошо мне приятно только потому что где-то как-то вам нужно здесь по аркану смерти вот нужно как-то знаете глубоко погрузиться внутрь себя здесь ощущение того что то вы здесь не до чистили да то здесь должно произойти какое-то очищение отпускание чего-то прошлого вот что-то такое так тайное что вы еще не увидели что вы еще не поняли здесь здесь вы как будто бы блокируете свой потенциал понимания самого себя то есть вот что-то мешает вам еще понять самого себя для того чтобы как-то вот принять и и и и потом будет вот это вот приятное состояние когда хорошо то есть что-то здесь в себе вы еще как будто бы не принимаете и вот когда это произойдет когда случится эта смерть до когда на место прошлого придет принятие она сама как будто бы трансформируется и трансформируется в десятку пендаклей то есть трансформируется в какую-то другую систему вам более понятную и более при 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 приятную здесь знаете как когда человек хочет жить вот именно на всех уровнях на уровне ментала когда мысли спокойные до радостные на уровне эмоции когда есть вот это вот удовлетворение наслаждение до счастье на энергетическом уровне когда вот мы приходим к этому экстазу блаженству когда вот эти вот все три уровня находятся в балансе в гармонии то а автоматически наше тело она начинает подстраивается под под эти вибрации и как следствие мы начинаем замечать что и внешний мир он как будто бы сонастраивается с нами и вот это вот наше внутреннее состояние она гармонизирует как раз таки внешне внутренние вот это вот умиротворение и радость и приятие что ли этого мира она и отражается во внешнем мире и вот здесь вот про это вот сейчас ваш потенциал да что вы как будто бы хотите прийти вот к такому по двойке кубка к такой любви внутри вас до вы к такому успокоению что ли что то здесь такое знаете легкое и приятное вот к этому но пока вы к этому не можете прийти то есть вы еще по верховной жрецы не знаете у вас нету понимания как это сделать вот я описал вам вот этот потенциал а как его сделать здесь еще нету понимания здесь еще не произошла трансформация но когда она произойдет вы придете как раз таки к новой системе которые вы создадите системе вообще знаете как вашего взаимодействия и существования в этом мире вы как будто бы новый фундамент создадите для себя а что именно блокирует давайте посмотрим что именно тут блокирует вот этот вот ваш очень глубокое очень глубокое такое знаете состояние на всех уровнях смотрите что именно здесь блокирует здесь может быть как человек да потому что выпадает все-таки королева жезлов либо это можете вы быть вы сами то есть если это присутствует в вашей жизни и человек у которого есть вот это вот черта общения да очень яркий заметный такой человек позитивный улыбающийся но при этом скрывающие свои внутренние какие-то переживания человек который не рассказывает о трудностях с которыми он сталкивается но при этом его путь и непростой то человек который иногда принимает слова очень близко к сердцу но моментально реагирует и на на любое какое-то действие если надо принимать решение так молниеносным принимает то есть человек который может нести ответственность здесь может быть как мужчина и женщина то есть если эта женщина с какими-то такими мужскими качествами если это мужчина то это вот именно мужчина такой достаточно позитивный но в нем очень много знаете вот какая-то такая мощная энергия ощущается мы говорим человек сильный духом да неважно это мужчина или женщина здесь про такого человека рей о таком человеке идет речь и здесь однозначно это не молодой человек здесь достаточно ну зрелая такая личность если вы в этом узнали себя то вы сами себе мешаете как-то вот дальше пойти в в раскрытие в какие-то перемены вы как будто бы сейчас знаете как то вот изучаете это поле присматриваетесь приглядываете что вы хотите увидеть почему не идете а вы хотите увидеть девятку кубков как раз таки как я какой-то свою пользу да как я в в этом новом либо в той трансформации либо в то во что я должен перерасти как я могу получать наслаждение удовольствие то есть есть ли в этом здесь кому-то вы заглядываете в будущее и говорите что если вот это вот будущее она меня будет устраивать тогда я готов меняться да то есть ради чего понимание ради чего если этого не будет то смысл мне что-то менять то есть здесь как будто вы знаете как обычно мы говорим сначала покажи а потом я решу надо мне это или нет или нет то есть как будто бы кота в мешке я покупать не хочу здесь может быть знаете еще человек который обгорел горел ожогся обжегся интересная в горел почему нет здесь ощущение того что это в прямом смысле слова не в переносном какой-то ожог но неважно знаете как че который обжег все и он уже вот осторожничает вот здесь про это либо возможно есть вашем окружении то человек которого я описывала если это не вы который вам говорит все время как-то вот рекомендует присмотрись то есть прежде чем что-то сделать а надо тебе это или нет как-то вот возможно вы ориентируетесь на слова другого человека знаете я спрашиваю что что вам мешает что вас блокирует у меня здесь выпадает аркан умеренности который говорит о том что я хочу сделать правильно вот здесь вот такое ощущение да что я хочу вот в этот раз как будто бы быть вот в нужном времени да в нужном месте вот вовремя вот я хочу сделать все во время не не после когда уже поезд ушел и не впереди паровоза хочу сделать как-то правильно и вовремя и вот это вот желание попасть внук во время да то есть вы его как будто бы не то что интуитивно ощущаете а вы от головы идете вот именно вот эту вот правильность я хочу правильно сделать не правильно это тогда когда вы ощущаете вот вот этот вот ваш потенциал о котором я говорила когда на всех уровнях да на ментальном и эмоциональном на эфирном и на физическом происходит вот вот это вот гармонизация а у вас она как будто бы от головы я хочу правильности от правильно это то что вы чувствуете не от головы не то что вам говорит ум а то что вы чувствуете что это правильно когда это идет изнутри что блокирует да вот это состояние ну я я рассказала давайте я посмотрю на метафорические карты что поможет вам пройти вот этот вот аркан смерти эту трансформацию до знаете анализ скорее всего самого себя то есть что во мне каких-то своих ран каких-то своих болей обид но не с точки зрения как со мной поступили а с точки зрения от чему меня эта ситуация научила то есть вам не надо смотреть кто там был прав кто был виноват а чему меня эта ситуация научила вот это вот боль что она дала как она меня изменила кем я стал благодаря именно вот этой ситуации и больше каких-то вот знаете позитивных картинок вот то что вот вы ищете рассматриваете да вот в своем будущем да вот в этой перспективе стоит ли туда идти или нет вот там должно быть очень много каких-то позитивных картинок вы должны должны как-то знаете самостоятельно захотеть и выйти здесь вы сами себя как-то должны воодушевить здесь нету а какого-то внешнего такого до показателя который вам подскажет да либо укажет этого путь вот вы как будто бы сами должны это захотеть а почему вы не хотите вот почему добавить и жесткости боитесь какой-то холодности боитесь что вами будут управлять боитесь что вы как будто бы вот сами себе не принадлежите до что кто-то будет вам повелевать до что вы не знаю кому-то должны прислуживать угождать вот вот этого всего вы боитесь ощущение того что неравенство какое-то присутствует и вот именно вот этого неравенства давника степени несправедливости вы боитесь а вы посмотрите на этот вопрос не с точки зрения что есть неравенство а как это неравенство которое уже было вашей жизни как она помогло вам не что плохого а именно хорошего в этом было до кем вот именно кем вы стали какой опыт вы прожили то есть вы уже теперь научились и если вы научились не надо этого бояться а если вы боитесь значит вы возможно не научились значит надо учиться вот здесь про это но ваш потенциал это вот ваш рост развития на всех четырех уровнях о которых я озвучила то есть вы можете прийти к такому состоянию очень гармоничного счастливого человека вот так могу сказать ваш потенциал это вот ваши внутренние гармонизация что приведет конечном счете именно человеку который светится светится изнутри очень счастливый человек и мы переходим с вами к третьей позиции и смотрим троечки ваш потенциал который вы блокируете на сейчас что это такое что этот завтра что это за потенциал а две семерки выпали вы как будто бы знаете вот какое-то свое воодушевление вот какую-то чистоту своих намерений внутреннее какое-то творческое состояние вот вы его сейчас блокируете причем смотрите семерка мечей и семерка кубков один говорит про у другой аркан говорит про состояние души и и причем это две семерки вот вы блокируете именно возможность использовать вот эти два два инструмента семерка мечей у нас говорит про оригинальное мышление а какие-то новаторские идеи семерка кубков говорит о возможностях об умении использовать воображение то есть с одной стороны здесь вы как будто бы блокируете какой-то свой потенциал уметь смотреть на вещи оригинально по-другому уметь создавать либо придумывать то что не похоже ни на что то что будет очень полезно но с другой стороны она вот не такое как у всех у меня ощущение возникает того что вы как будто бы ориентируетесь на других людях на других людей в когда что-то вот создаете а вам нужно ориентироваться на себя то есть вот когда вам пришло какое-то вот не знаю воодушевление как какая-то муза да накатила вас волна вот это и вот вы начинаете придумывать и вам кажется что вот ваши мысли они какие-то бредовые по причине того что они не похожи ни на что-то другое и вы от них как будто бы отказываетесь вот здесь у вас есть какой-то потенциал именно творчество создание я не имею ввиду рисунки я имею внутренне веду внутреннее состояние когда вот в каком-то не знаю инсайте что ли каком-то просветление к вам приходят какие-то идеи вот вы умеете эти идеи создавать они не похожи ни на кого ни на что на какой другой формат но здесь вот вы как будто бы в этом ваш потенциал но вы его не используете знаете как будто бы то ли боитесь я боитесь какой-то ответственности что не примут возможно вот у вас какие-то идеи по поводу того как вам дальше двигаться по жизни как вам что-то приумножать вот что-то такое вы видите что не видят другие вот в этом ваш потенциал как можно что-то применить как можно что-то знаете как приходит например клиент хочет дом построить приходит к дизайнеру или к архитектору не знаю кому правильнее и говорит начинает рассказ вот я хочу такой такой дом а у человека у него сразу свое вот это вот воображение представление как а то что он хочет а мне знаю например двухэтажный дом чтобы он был деревянный и комфортный nokia и получается теремок но в глазах этого человека дизайнера это не просто теремок да на курьих ножках как у баба-яги да это какой-нибудь там не знаю пентхаус либо там я не знаю что может быть какая-нибудь вилла да но вот такая очень непростая необычная новаторская может быть в экологической такой системе где гармонично вписывается в гору например да то есть либо в такой местности где есть деревья чтобы вот эти вот деревья например не срубать а пускай они станут колоннами да например частью фундаментом этого дома то есть мы тоже очень красиво это впишем вот что-то здесь такое и вы как будто бы боитесь что вот эти вот ваши идеи а они либо вы не найдут применение либо ну не понравится и здесь вот сомнения про это может быть но у вас есть вот это вот способность видеть видеть причем не просто видеть а по тройке жизненных понять еще как на это можно зарабатывать да то есть какую пользу возможно вы видите какие-то способности если вы гуманитарий в других людях да то есть как как можно человеку применить какие-то его навыки для того чтобы на этом заработать вот в этом вот ваша потенциал определяться возможно с выбором возможно вы помогаете людям помочь с их выбором да то есть показываете раскладываете все по полочкам до рассказываете какая выгода есть во всем что вам что блокирует что или кто блокирует вам этот потенциал знаете здесь скорее всего не блокировка здесь выпадает семья здесь как будто бы не то чтобы семья вам мешает а как ценность приоритете возможно у вас семья на данный момент так как есть дети маленькие да вот вы как будто бы не можете но нет возможности совмещать как-то профессиональную я сферу и вот семью как ценность до дом и работу то есть у меня такое ощущение что здесь как будто бы не блокировка хотя возможно ли кого-то и семья является блокировка может быть ваша родительская семья либо ваша но я скорее всего склоняясь к тому что здесь либо что-то связанная семьей либо знаете вот как будто бы то ли фантазии сейчас не хватает здесь вот как будто бы какая-то сила есть которая вас сдерживает что это за сила я не знаю когда вы не ощущаете себя свободным да то есть вот отсутствие внутреннего внутренней какой-то свободы почему у вас нету это внутренняя свобода здесь у каждого может быть свое возможно это ваши внутренние какие-то ограничения а возможно это действительно какие-то внешние силы обстоятельства до обе обязательства ну то есть что то что у вас сдерживает на данный момент что вам блокирует что вам блокирует если вы такое ощущение что ничего вам принципе то и не блокирует почему потому что внутри вас вы уже победили какие-то страхи которые у вас присутствовали в этом плане тогда блокирует ли еще что-то ну чувствую что нет вот тут знаете ничего вам не блокирует вот я не вижу чтоб здесь был была какая-то блокировка помимо то что я озвучила и здесь к обстоятельствам нет внутри вас по крайней мере нету каких-то блокировок возможно внешние просто как какие-то моменты внутри нет когда почему вы его не раскрываете него понять здесь не то что вы его не раскрываете вы находитесь как будто бы в стадии некого такого предвкушение до перед тем как получить какие-то результаты то есть я как будто был в закулисье да и готовлюсь к выходу на сцену к выступлению до к тому чтобы вы как будто бы наблюдаете вот придет подходящее время и она очень близко уже да то есть это не какие-то там годы месяцы не здесь вот энергетически очень близкое состояние и вы не просто сидите ждете а вы сидите знаете когда например там в театре да там три звонка если я не ошибаюсь и после этого начинается выступление вот здесь примерно такой да то есть прозвучало уже два звонка ждете как будто бы третьего вы уже готовы вот вас есть это внутренняя готовность но внешняя еще как будто бы не время но вы находитесь вот именно в такой фазе что поможет вам здесь в одну как будто бы я сказала здесь что поможет выйти знаете из какой-то бесконечности вот как белка в колесе по кругу вы идете одним и тем же путем причем вам каждый раз кажется что вы идете по новому а здесь один и тот же один и тот же шаг вы идете по своим шагам собственного какого-то страха либо собственного какого-то желание бесконечной каждый раз одно и то же но что вам может ну вот убрать этот страх да все таки здесь страх присутствует что это за страх что за страх по двойке кубков дайте вот вы как будто бы боитесь что то что вы хотите да вот это вот там муза который я говорила вот это вот воодушевление вы как будто бы вдохновение вы как будто бы его обесцениваете и говорите что это временное что это просто эмоции они потом стикнут не вы столкнетесь с реальностью которая будет очень неприятная здесь вы как будто бы не верить и да когда вас посещает вот что-то такое вот возвышенное вы это воспринимаете не как а допустим подсказка свыше а как очередной какой-то я не знаю каприз на эмоциональное что-то такое что это эмоции и они пройдут они паутихнут по угаснут и вот тогда будет очень больно вы как будто бы боитесь разочароваться что здесь есть знаете еще такой момент что меня не оценят по заслугам до что меня не признают моих талантов что ли здесь единственное что блокирует вас внутри хотя есть эта готовность знаете вот путь верховной жрицы да это путь гемель по древу жизни от теперь это к это он как раз таки говорит о том что мы проходим самую тёмную точку на древу жизни до бездну где она как раз таки сочетается со сферой дат что означает знания вот как раз таки когда у человека очень много ума очень много знаний вот это вот и есть его самая темная точка бездны который говорит о том что либо у меня будет горе от ума и я никогда не выйду к свету потому что будут периодически сомневаться там что-то надо постоянно еще чему-то учиться и все такое вот это вот меня удерживает на дне не дает всплыть до либо здесь вот этот путь гемель он путь души и говорит как раз таки о полном доверии когда душа находится в полный абсолютном мраке тьме и единственное что ее ведет это вот этот вот внутренний свет ее собственного доверия на доверие и веры вот именно вот в этот свет в это высшее я неважно кто как это называет либо там творцу либо еще что-то и вот есть эти помехи помехи именно в голове в уме верховная жрица напрямую здесь у нас связано с мыслями это архетип человека который научился управлять своими мыслями в каком плане не то чтобы останавливать внутренний диалог а скорее всего не отвлекаться на него не обращать внимание то есть идти туда куда мне нужно на этот свет и я в это верю я справлюсь и вот эти вот вот эти вот мысли вот эти вот сомнения все что происходит вот именно в голове да когда ты на это не обращаешь внимание тебе страшно и вот этот вот момент знаете потерять себя кто я да кто этот я кого я боюсь потерять внутри себя не галли это и вот здесь вот такие очень глубокие моменты вы кому-то бы боитесь ездить на может быть если даже практикуете что-то такое бывает у вас страх что возможно я сойду с ума возможно меня примут за сумасшедшего да то есть вот здесь глубинные страхи такие тоже могут быть когда я вроде бы и готов довериться но это мне напоминает как комнату страха до что вы заходите вы знаете что есть вход и есть выкат или выйдите снова на свет но вот этот вот путь когда вы проходите по этой комнате страха и вас этот вагончик везет да вы ожидаете что будет кто-то вас будет пугать вы понимаете что эта игра вы понимаете что это актеры что это ничего ну то есть вот это вот иллюзия да но вы отвлекаетесь каждый раз пугаетесь а здесь очень важно вам когда вы находитесь в этом вагончике не пугаться а вообще никак не реагировать потому что держать фокус внимания на этом свете и будет момент на пути гемель до третье вот это вот третья ночь когда ты полностью утратишь все и наступит момент когда даже мысли не будет своей голове и наступит тишина в тьме в мгле наступит полная тишина и не будет никаких подсказок не будет никакого света и вот этот вот последний момент его очень важно когда пережить здесь прям знаете такие состояния мне показывают когда ну вот если вы ранее не испытывали этого сложно вам будет это ощутить но я надеюсь что у каждого то что я писала это вот как-то свое представление то есть здесь не то чтобы как по шуту до рывок доверия а здесь вера здесь не про доверия здесь вера убежденность в том что это будет вот вам как-то в голове себе в своей надо как-то вот убедить себя что ли не знаю как как что придумать но здесь вот как будто бы вот этот вот урок по верховной жрицы он самый такой сложный либо ваши мысли убедят вас в том что вам это не надо либо вы сможете все-таки найти в себе вот эту вот силу эту соломинку за что можете за зацепиться и выйти не соломинка вас вытащить а вы вытащите эту соломинку здесь здесь такой знаете очень глубокий на самом деле урок по верховной жрицы поэтому даже и практике очень редко в медитациях идут так высоко чтобы преодолеть бездну это очень высокий уровень мастерства вот такой у меня был сегодня расклад я благодарю вам благодарю вас за ваши комментарии причем знаете то что я говорю слова благодарность я на самом деле такой человек который редко скажет просто так что-то дали бы как-то под похвалю поддержать да а вот похвалить ну редко я слишком требовательна к себе и и как следствие требуется на к другим людям поэтому когда я говорю вам на самом деле благодарю я вкладываю полный смысл искренности и как это сказать ну настоящий в эти слова почему потому что когда я вас благодарю за комментарии и если вы давно со мной очень внимательно вы увидите что я стараюсь отвечать на каждый комментарий я всегда про это говорю мне даже вот сложно говорить про это опять-таки неформально я со многими вхожу в беседу если есть возможность подискутировать да пообщаться обменяться как-то мнением до что-то высказать свою точку зрения прислушиваться к вашей то есть действительно диалог действительно беседа поэтому каждый человек кто пишет для меня комментарий я стараюсь отвечать если просто слово благодарю дату могу написать во благо либо какой-то смайлик поставить но внимание стараюсь уделять каждому из вас почему потому что я уважаю то что делаете вы для меня и это на самом деле очень очень ценно я я не люблю лицемерие я не люблю формального вообще общения то есть я либо вообще ничего не напишу никак не пролайку но вот проигнорю хотя мне это очень сложно потому что я вижу что человек уделил внимание уделил время на я вложил как-то свои силы даже если он просто элементарно написал благодарю либо спасибо и я уважаю эту энергию потому что ну наверно уважаю свое время уже вот поэтому я действительно вам искренне благодарна что вы остаете со мной что вы ставите лайки вот если не слушали вступление то послушайте а я с вами прощаюсь всем пока пока